Спасибо вам всем, что вы пришли. Я удивлен, что так много людей. Достаточно тема будет холиварная, но, как я сказал, без крови и других последствий, как это бывает в любых драках. Я, как человек такой необычный, с нарушениями психики, буду драться сам с собой. Ну, почему? Потому что я планировал этот баттл с одним очень известным человеком, который разрабатывает Селениды, но он не смог приехать по семейным причинам. Поэтому я решил, что кто как не я. Ну, немного о себе. Зовут меня Сергей Пергов. Я работаю Senior Automation QM, занимаюсь разными вещами, в основном автоматизация и тестирование, пишу в блог. У меня есть Twitter, на который вы можете подписываться. Я люблю новых людей, читать интересные статьи. Ну, я контрибьючу в open source. И, в принципе, тема доклада стала посещением конференции. За прошлый год я посидел около 10 таких больших ивентов. Там SQA Days в Минске, в Москве. И я сделал вывод, что вот люди некоторые не знают ни о Test Engine ничего, а есть люди, которые, наоборот, ничего не знают про G-Unit. То есть там приходишь в зал, да, и вот говоришь, вот кто из вас использует Test Engine, например? Есть такие? Двое? А, больше. А G-Unit есть кто использует? Ну вот, примерно половина, да, то есть честно. А вниз зал, где там один такой подымает, и коршуны вокруг него с Test Engine сидят, и такие все жертва, короче. И плюс на некоторых собеседованиях люди, вот приходишь, и стандартный вопрос, ну, как бы, вот вам сразу первый лайфхак, как пройти собеседование, разница между G-Unit и Test Engine. Люди, некоторые, ну, реально отвечают, ну, не то. И дабы как-то внести ясность, я решил сделать такой доклад. Ну, и плюс я являюсь автором библиотеки видеорекордер для Java, который поддерживает и G-Unit, и Test Engine. И я пока писал, очень так глубоко разобрался в некоторых вещах и там, и там, ну, и решил этим поделиться. Да, и некоторые pain points, ну, фреймворков, вот, набросы на некоторые, я вам покажу, так. Ну, во-первых, давайте начнем с того, почему вообще, как бы, вот эти G-Unit, Test Engine, да, потому что вот я готовился, честно, и провел опрос на одном известном ресурсе русскоязычном. И вот Java справедливо является пока что языком номер один в мире автоматизации тестирования. Ну, то есть на ней больше проектов. Следующим идет Python. Ну, и дальше идут люди, отвечали, что они бы выбрали или у них язык соответствует языку проекта. Ну, то есть C-Sharp, если вот они приходят на проект C-Sharp, они бы брали C-Sharp. Так, если у них там JavaScript, они бы брали JavaScript. Это естественно, но все равно, так как Java первый язык в мире по популярности, значит, на ней больше проектов, ну, и, соответственно, 49%. Следующее то, что я задал вопрос. Какой теперь из Java мира фреймворк вы используете для, ну, запуска и прогона ваших автотестов? Ну, было два. Не было Spock, и там Kotlin не учитывали. Вот мы берем чисто Pure Java, и, как вы видите, TestNG практически, ну, в два раза, да, 65% люди используют TestNG. Или сказали, если бы, ну, у меня был вариант выбирать, вот, я пришел на проект, проект с нуля, я выбираю. Я бы выбрал TestNG, ну, по сравнению с G-Unit. И, ну, в общем, такая ситуация неудивительна, потому что даже модуль к видеорекордеру качают в три раза больше, ну, как бы скачиваний в три раза больше, чем самого модуля к G-Unit. Соответственно, люди чаще пользуются TestNG. Ну, и, в принципе, такую популярность можно обосновать тем, что G-Unit сыграл сам себе плохую шутку. То есть имя G-Unit – это как бы Java-Unit. И некоторые люди реально думают, что этот фреймворк чисто для написания юнит-тестов, а не для автоматизации и все такое. И вот, ну, когда я разговаривал с людьми где-то там в кулуарах, по-за углами, некоторые говорили, что, ну, так, TestNG – это для автоматизаторов, а, ну, G-Unit они там берут иногда, типа, чтобы разработчики, ну, не ругались, типа, чтобы, знаете, не говорили, что вот там где-то автоматизаторы что-то делают. Они вот таким образом пытаются ублажить разработчиков, берут G-Unit, дабы как бы было все хорошо. Соответственно, начнем нашу битву. У меня не будет там раундов, каких-то там, ну, там, месива. Будут простые примеры вот из жизни, которые, если люди пишут на G-Unit, они их видели у себя в проекте, если люди пишут на TestNG, они видели такое же у себя, только немного видоизмененное. Вот, например, первый кунг-фу, да, от G-Unit 4, то есть у меня, я сделал упор на G-Unit 5, потому что G-Unit 5 новый, он еще как бы вот прям молодая кровь, а мы как early adopters, да, сразу вот, только вышло, мы сразу берем в production и сразу, ну, снимаем, снимаем вот все сливки нам. Соответственно, простой тест на, неважно там, TestNG, G-Unit, вот мы там что-то хотим потестировать, какие-то числа. Мы попытаемся параметризовать этот тест, допустим, что этот тест может бросить exception, и мы хотим проверить exception message, и еще и добавим поддержку видео, ну, как без нее, это модно, молодежно, так. Ну, что скажет G-Unit 4? G-Unit 4 нам скажет вот таким вот куском кода, кинется у нас, нам нужно объявить, вот для параметризации нужно объявить, я буду указывать мышкой, потому что, ну, светить на два экрана сложно. Нужно объявить конструктор, в него мы передаем вот параметры, это генератор, по сути, как data provider в TestNG, так, и дальше вот у G-Unit, к сожалению, нету из коробки поддержки, проверки именно exception message, exception type можно проверить, exception message нет, поэтому нужно объявлять вот такой rule, который потом внутри вот expect runtime exception, expect message, так, ну, и видео добавляется так же само через rule, и потом нужно еще добавить аннотацию видео, так. Ну, как бы неплохая попытка от G-Unit нанести такой ущербный удар по позициям TestNG, но, к сожалению, TestNG кунг-фу показывает нам результат получше, да, как бы есть data provider, есть listener, который мы можем повесить, чтобы записывать видео, ну, и есть у аннотации тест, скил повыше, и она умеет принимать exception type, exception, ну, exception message expected, ну, и при том еще есть вот этот data provider, который может работать, то есть неудивительно, что, да, многим автоматизаторам такой код, ну, попроще, чем там оградить конструктор и вот тот весь mess, который есть. Ну, и поэтому вот TestNG больше используется по ряду причин, да, ну, первое, проще параметризовать data provider, куда ни приди, ну, надо, не надо, есть holy war вообще, нужно параметризовать тесты или нет, но это мы оставим на 2018 год и сделаем битву параметризованные тесты против не параметризованные тесты, селениды с параметризованными тестами и GDI без. Дальше параллельный execution, так, у TestNG есть поддержка из коробки, мы берем там, ставим parallel true и наслаждаемся, тесты наши сразу там 100-500 тысяч раз быстрее, мы там показываем мегапрофит, кастомер носит нас на руках, ну, мы счастливы, все хорошо. Но на самом деле немногие знают, что у GDI такая поддержка тоже есть, но она реализовывается не с помощью самого фреймворка. Есть куча точек для расширения, то есть есть куча лисенеров, которые мы можем использовать для того, чтобы там слушать наши тесты, какие-то алюр там крутить или собирать какие-то метаданные, скорость мерить. И, ну, это очень круто и очень классно. У GDI 4 таких точек, ну, поменьше. Ну, вот этот point мне подсказала сама комьюнити, люди, с которыми общались. То есть реально в интернете больше в виде уроков, примеров и лекций, сделанных людьми из теплых стран на основе тест-NG. То есть вот куда ни пойди, там Selenium, тест-автомейшн. И там берут тест-NG и начинают наворачивать вот все, о чем вы слышали вчера, там, позавчера, пейдж-обжекты, там, флюин, ну, в общем, весь тот ад, который люди пишут. И, ну, он более любим, потому что, так, приди на конференцию и скажи, чем ты пользуешься? Скажут тест-NG. Ну, все, значит, надо брать тест-NG. Потому что, ну, как бы, или вот люди еще говорили, я пришел на проект, тест-NG был, и, ну, как бы, все. Или там мой старший коллега сказал, что надо брать тест-NG, не парить никому мозг, все будет хорошо. Ну, тоже справедливо. Соответственно, тест-NG вот и завоевал свои 65% ринга и, как бы, G-Unit бедный там занимается непонятно чем, так? Соответственно, вопрос, сможет ли молодая кровь G-Unit 5, вот такого, прям вот он только вышел, такой свежий боец, победить тест-NG и отвоевать у него хотя бы кусочек территории или вообще снести его напрочь, и, как бы, мы все забудем, скажем, господи, да вот в 2016 был последний год, когда я использовал тест-NG. Соответственно, мы сейчас на это и посмотрим. Первый такой сокрушительный удар, супер киллер фич, а вы сейчас просто, ну, вы сейчас умрете. В G-Unit 5, внимание, как вы думаете? Это просто, это вот, это selling point. Можно не писать паблик. То есть раньше нужно было писать паблик void test, теперь, ну, паблик можно не писать. Можно просто писать void test. Ну, я как бы, ну, вот это для меня именно сокрушительно, потому что, когда я генерирую метод из IDE, ну, мне реально проще. Ну, и на самом деле, реально, вот, пока я не пробовал писать, ну, тесты, у меня, ну, я так сидел, знаете, ну, сделали класс, фича просто. Но на самом деле, вот, когда долго с этим пользуюсь, остановится, ну, ты потом привыкаешь, и даже, ну, переходя на test-NG, начинаешь опускать этот параметр, тест начинает, ну, запускаешь, оно падает, и ты не можешь понять, почему оно, оказывается, что нужно написать еще этот модификатор. Следующий, тоже такой удар, ну, именно фича, которую, вот, без нее жить вообще невозможно. Раньше в G-Unity были вот такие четыре аннотации, before class, before after и after class. Ну, в этот раз новая, вот, новая, вот, G-Unity 5, чтобы вы понимали, это чуваки сели и написали с нуля, они не рефакторили, ну, то есть они сели и написали с нуля, то есть должны сделать намного круче. Они сделали вот так. Соответственно, тоже вроде как бы, ну, не significant change, да, но на самом деле, если вы посмотрите, стало бы более логично, то есть теперь не нужно догадываться вот before, это как before class или before что? Ну, то есть, теперь мы поймем, before each, ну, то есть код становится более читабельным, так? Ну, вот, такие сейчас любители G-Unity, то есть NG уже там ожидают, да, что сейчас все, могила. Соответственно, G-Unity, как молодой боец, пытается наносить свои следующие удары, потому что, ну, надо гегемонию нарушать. Соответственно, вот, вообще новая фишка, в TestNG такого нету. Композитные аннотации. То есть раньше нам что нужно было? Мы вот хотим, например, взять тесты и помаркать их там по группам или по категориям, чтобы потом запускать там только быстрые, только UI, ну, в общем, разные вещи. Соответственно, мы должны были городить вот такие пирамиды над тестами. А я вот это люблю. Annotation-driven testing, когда у нас вот так кода и вот так аннотации. Соответственно, в G-Unity пятом ушли эту, ну, нюанс и сделали композитные аннотации. Мы можем вот тоже, что написать слева, да, ну, для меня это слева, сделать вот Fast UI тест аннотацию, она будет работать точно так же и выполнять точно такие же функции. Делается это вот так вот. Вы создаете новую аннотацию, над ней ставите вот все аннотации тест, тех, ну, и там дальше будут примеры, как еще можно навешать логики. И дальше вы можете запускать вот только быстрые, только медленные. И плюс, ну, удобство в чем? Вот там это недостаток был как старого G-Unity и TestNG. То есть вот этот текст я буду менять один раз. У меня, например, Fast стало там a little bit fast или там not so fast. Я иду и тут один раз меняю, а не иду там во всем-всем в своем тестовом Code the Base, да, иду и это меняю, потому что это строка, ну, строки – это боль. Ну, для меня лично вот это вот первый такой существенный удар в поддых, который как бы крушит позиции TestNG, потому что, ну, такого нету. Следующее – софт-осершены. Вот, ну, есть люди, которые их используют, есть люди, которые не используют, но, опять-таки, достаточно полезно бывает в определенных случаях там. Соответственно, в старой версии G-Unity 4 и в TestNG нужно для того, чтобы использовать софт-осершены делать вот такие вещи. Объявить поле приватное и потом делать вот софт-осерд-осерд-осерд-какую-то штуку и в конце нужно обязательно не забыть сделать асерд-олл, иначе осершен просто, ну, не сработает. И, ну, некоторые вот, кто не внимательно читал документацию, забывают, и, ну, у них не работает, они, что, ну, что не так. Ну, и плюс, вот сейчас вы посмотрите, вот так было раньше, и в TestNG оно есть до сих пор так. Ну, а G-Unit 5 пошел по-другому, они сделали классную вещь, они сделали поддержку с помощью Java 8. Вот написали из коробки, есть AcerTall, который принимает лямбды, и мы можем потом проверять, ну, делать то же самое, что в софт-осерде, и ошибка будет высвечиваться вот таким способом, если у нас падает оба, оно агрегирует и в конце выплевывает нам, ну, месседж. То есть нам не нужно объявлять вот это пустое поле, которое бессмысленное, и в конце вызывать пустую строку сервисную AcerTall. Ну, come on, мы же можем сделать это гораздо проще. Соответственно, тоже очень классная штука, которая реально энкапсулирует логику в тесте. Вам не нужно заводить поле вне тестов, следить, никто ли его там не перетер и все такое. Ну, и тест становится меньше. Теперь про Extended Points. Соответственно, смотрите, в G-Unit 4 было 4 точки, где мы могли, ну, расшириться как-то, дописать. Мы же, короче, вот мы все любим попрограммировать. Там фреймворки свои, там GDI написать какой-нибудь. Попрограммировать какие-то рулы там страшные, которые, ну, не пойми зачем. Вот иногда бывает, приходишь в проект, и там, ну, вот видно, что писал программист. И ты садишься и не знаешь, что с этим делать. Соответственно, вот рулы, класс рулы, вот это вообще страшная штука, разница рул и класс рул. В G-Unit 4, то есть рул – это штука, которая запускается перед каждым тестом и после, то есть вместо before и after. А класс рул – это перед всеми, всеми и после всех, так? И вот в G-Unit 4 так резонно, что ты, если хочешь написать штуку, которая вот, она работает одинаково и так, и так, то ты не можешь написать ее один раз. Тебе нужно писать два отдельных класса и называть его рул и крас рул, иначе, ну, работать не будет. Ну и TestWatcher – это штука, которая, по сути, Extended Rule, и она представляет похожие штуки на Listener и TestNG. В G-Unit 5 очень сильно напряглись и сделали гораздо больше точек для расширения. Теперь мы можем слушать всякие кондишены, там, резолвить параметры. Вот сейчас я вам пару примеров таких покажу. То есть, ну, заметно стало больше, и теперь оно практически не уступает по функциональности TestNG, потому что раньше люди, вот именно из-за Listener, что мы не можем подключить Listener, вот говорили, нет, мы будем использовать TestNG, и все. Вот первый пример. Disable condition. То есть раньше, что в Unity, что в TestNG, можно было игнорить тесты, там, ставить либо аннотацию ignore, либо в TestNG, это в аннотации есть enabled, ставить false, так. Соответственно, нельзя было по кондишенам. Вот я хочу каждую пятницу, например, скипать там тесты, или на какой-то оси, ну, оси, то есть операционной системе, ну, пропускать. Например, у меня тесты есть related к Windows, ну, там, не знаю, Explorer используют, а мы там запускаем на CI, где у нас нету Explorer, там, Travis, например. Или там, ну, не знаю, я хочу каждого 8 марта при тестах делать что-нибудь там. Соответственно, вот пример, да, мы берем, пишем такую аннотацию, да, аннотацию, хотел сказать интерфейс. Пишем аннотацию, которая принимает string, ну, у нас будет имя OS, Windows, Mac, ну, не важно. Соответственно, дальше вот G-Unit 5 предоставляет TestExecutionConditionInterface, который мы должны заимплементировать, и там единственный метод evaluate, который мы должны реализовать, логику того, как мы будем скипать тест. Ну, в моем случае просто я сократил код, там просто берется OSName, если OSName соответствует тому, что мы передали, мы возвращаем false, ну, либо true. И как мы это применяем? Мы потом просто пишем над нашим тестом, который мы можем, хотим скипнуть, пишем disable и fors.Windows. Заметьте, насколько это читабельно, ну, и, в принципе, не слишком загромождает код. И нам, в принципе, не нужно там, ну, каких-то лишних делать действий, да. Ну, вот, кстати, те, кто там Kotlin, последователи или Groovy, там такая штука есть давно, ну, в Java вот сделали только недавно. Ну, а на самом деле ответ от S&G, он как бы начинает уже звереть, да, от того, что его так нещадно бьют, и в нем вот можно сделать такое же. Ну, правда, сделать пару приседаний надо правильных, и оно будет работать. Есть у S&G такой интерфейс, называется I-Annotation Transformer. Вот кто знает, что он делает? Вот реально знает кто-нибудь? Ну, один человек, но это не в счет, потому что Серега знает все. Соответственно, вот вам первое знание, но только не вздумайте его идти в понедельник, сразу у себя там применять, ну, делайте все с умом. Как это, знаете, отрепетировано с помощью каскадеров, дома не повторять. Вот этот Annotation Transformer умеет трансформировать вот эту аннотацию тест, которую мы маркаем, ну, тест, сам тест S&G. И смотрите, какой грязный хак. Я беру и захожу, ну, я перед каждым методом слушаю. Я захожу и говорю, есть ли метод Disabled. Метод Disabled умеет брать Declarated Annotation у тестового метода, и я проверяю, если у меня OSName соответствует. Я, смотрите, беру Annotation Set Enabled False. Ну, то есть я, по сути, принудительно через Reflection searchу значение как бы отключить. Ну, то есть, если вы так сделаете, то у некоторых людей, которые не знают такой магии, может случиться просто сдвиг, и вы подключите этот Listener где-нибудь еще в XML, и, ну, человек вообще будет думать, что, блин, что вообще происходит. Ну, и логика такая же. Ну, я сделал более явно. Listener подключаем через аннотацию, и дальше у нас Disabled, EFOS, там, любое, и будет работать. Так, следующее. Параметр Injection. Так, вот, например, что-то я. Параметр Injection. Например, у TestNG все знают, есть Data Provider, в котором мы можем инжектить параметры, и, ну, все классно. У G-Unit тоже сделали такой интерфейс, параметр Resolver, у которого два метода, Support и Resolve. Первым мы проверяем, что мы, ну, должны обработать этот метод. Вторым мы возвращаем лист или, ну, какие-то entity, которые мы хотим внедрять в наши тестовые методы. Ну, у меня тут просто, там, User.Ivan. Ну, неважно, мы можем все, что угодно туда вернуть, читать с базы данных и все такое. И дальше мы вот все, что делаем, мы говорим, extend мне класс с помощью вот этого User.Parameter Resolver, и вот User сюда будет приходить вот этот Иван. Понятно? Ну, и мы можем более того сделать лучше, если мы используем Composite Annotations. Мы можем написать свою аннотацию, которой вот мы поставим над ней extends with, и потом мы будем просто аннотировать метод, например, ParametRise, и будет работать точно так же. Так? Но TestNG опять-таки, ну, в бешенстве, потому что уже, там, пару десятков лет такая фишка есть, и, ну, как бы, что нового, да? Ну, чем ты хочешь нас удивить? Но в TestNG вот нужно писать, чтобы подключить вот эту параметрацию, надо писать в аннотации, data provider, там, ну, имя, и data provider class, если мы написали это, там, черт пойми где, в каком-то другом классе. Но можно сделать реально так же, как это в G-Unit 5. Опять-таки с помощью того же iAnnotation Transformer. Мы, ну, такие, хитрое приседание, мы берем параметр типы у метода и проверяем. Если вот у меня параметр типы содержат юзера, то я в аннотацию сетчу data provider user class, ну, то есть, поняли, да, грязный хак, я подставляю просто вот эти два параметра, которые были вот тут, только я их подставляю как бы программно. И все, продолжает работать так же. Я могу просто подключить listener параметр resolver, и потом, ну, мне вообще не надо об этом переживать, там метод, где я напишу, ну, где у меня в параметре метода будет user, он будет подставляться. Если тест будет без параметров, ну, окей, как бы пропускаем, идем дальше. Так, ну, как бы выглядит так, что тест NG все-таки набирает обороты и начинает отыгрывать свои позиции. Так, вот, например, listener. В G-Unity 5, как я сказал, добавили новые интерфейсы, новые точки, где мы можем соединиться, и это то, чего, кстати, вот Report Portal может взять и написать хороший адаптер для G-Unity 5-го и иметь большое уважение от комьюнити, потому что теперь не нужно будет писать рулы и, ну, там, делать приседания, чтобы заинтегрироваться с Report Portal для тех людей, которые не верят в силу тест NG. Соответственно, есть вот интерфейсы before test execution callback, after test execution callback, есть там before class, after class, и, ну, дальше мы просто можем реализовать вот методы. И чем это лучше, например, чем у test NG? У test NG есть один метод iAnnotationListener или как-то так, и он реализует все методы, там, before fail, before start, то есть если ты хочешь реализовать всего лишь before class, тебе нужно остальные оставить пустыми, ну, пустышки оставить. И, ну, вроде как бы на скорость не влияет, но вот этот код, он лишний. А здесь же мы реализуем тот интерфейс, который нужен. Надо сделать больше, окей, реализуйте 4 интерфейса, там, 5, сколько нужно, и, ну, у нас только код, который нам полезен. Ну, там можно так с умылкой сказать, ну, такое себе преимущество, но это уже больше про код и про то, как мы его пишем, да, то есть мертвый код нам, нам по сути не нужен. И вот как мы теперь применяем listener, так? То есть listener, вот вы уже видели, аннотация extends-виз. В GNT 5 сделали единственный, вот, ну, одна точка, да, как мы можем применить вообще listener или какой-то вот этот параметр resolver или любую другую вот эту точку расширения. У нас есть extends-виз, и мы можем ее поставить как над тестовым классом, который мы хотим расширить, ну, вот куда мы хотим применить расширение. Либо вообще над тестовым методом, что реально круто, вот в TestNG нельзя взять и над одним методом применить какое-то наше расширение. А используя, ну, вот, кстати, я дописал реально буквально перед самой конференцией в свой видеорекорд я дописал поддержку G-юнита 5-го, то есть, чтобы те люди, которые вот прям там скачают и начнут делать, не испытывали вообще никаких угрызений совести, что они сейчас перейдут и потеряют там какие-то фичи G-юнита 4-го, которые они использовали до этого. И вот вы можете использовать эту же композитную аннотацию и использовать аннотацию видео, которая будет вот профайлить каждый тестовый метод и если вы хотите, будет записывать видео. Так. Теперь такое небольшое summary по вот этим вот экстеншенам. Ну, реально стало намного лучше и намного более удобно их использовать и более гибко, потому что раньше вот эта аннотация runwith, когда мы должны были писать свой кастомный раннер, ее можно было применить одну на весь, ну, на все сьюты. Если, например, вот почему я говорил про тот же, допустим, report portal, который вчера всем так понравился. С G-юнитом 4-м там есть очень большая проблема. Когда мы вешаем runwith report portal listener, то если мы использовали свои какие-то раннеры, все, мы как бы или должны экстендить один класс от другого и реализовать логику, или делать какие-то, ну, не пойми какие трюки. И, ну, когда ты начинаешь это реализовать в проекте, вот у меня так было, я сказал, ребята, спасибо, но нет, подождем, пока, ну, будет что-то нормальное. Я сел, хотел сделать рул, но все обрушилось об камни, недостачи вообще информации, как это сделать, и пока что там G-4 продолжает оставаться таким, ну, приходится делать через какие-то грязные хаки before, after, ну, то есть, поняли, да, не через listener делать, а через before методы, after методы и вот эти все штуки. И, ну, переносить этот код очень сложно, то есть ты, ну, не можешь вырезать, тебе нужно или base class какой-то делать, ну, что очень так оно выглядит, не по-программистски. Следующее. Экстеншены хорошо композируются. Мы можем вот это extends-виз, она убирает все ограничения, мы можем навешать сколько вот этих extends-виз, сколько нам надо, и это реально круто. Мета-аннотейшены делают эту штуку вообще вот просто киллер фичей. Мы можем написать вот эти аннотации и вешать их там, где нам надо, там над классом, над методом, делать их максимально читабельными, так как я вам говорил вот про fast UI тест, мы можем там сказать unstable тест, ну, какие-то там или там REST, как это, REST тест, там, backend тест, и, ну, вот, когда вы попробуете, вы заметите реально, что это, вот открываешь класс, а там написано UI тест, backend тест. UI ты понимаешь, что, ага, тут у нас то, тут у нас это. Дальше. Теперь, значит, большой наброс на вентилятор на тест NG, в сторону тест NG, точнее. У тест NG есть куча таких интересных багов, которые вот ты так зашел на проект, поставил там 6-4, например. Пользуешься там, ну, там месяц, два, полгода, а потом выходит новая версия, ты думаешь, блин, новая версия, надо обновляться. Обновляешься, запускаешь тесты, а там ад просто, все начинает как-то так падать, ну, и ты просто не понимаешь, почему. Ну, то есть, логики найти невозможно. Ты думаешь, ну, ладно, вернусь назад, запускаешь, все хорошо, обновляешься, понимаешь, что там где-то ошибка, но где, ты понять не можешь. И вот, например, такой самый, ну, бах, который я вот, когда это, ну, нашел и понял, я долго плакал, и, ну, как бы, люди, люди, в принципе, писали мне, что, чувак, мы прикрутили твой видеорекордер, и наши тесты начали делать магию. Я сел, значит, начал, ну, как, плакать, да. И, соответственно, что нашлось? Вот когда мы пишем listener какой-нибудь, неважно, вот у меня есть видео listener, который там обрабатывает вот эту аннотацию, и мы пишем над классом, пишем listeners, добавляем listener. Мы что, вот как нормальные люди, но здравые, мы думаем, если я повесил над этим классом, то он будет работать над этим классом. Но тут TestNG приходит и шлет нам фигвамы, потому что он начинает колбасить этот listener над всеми тупо глобально. И, ну, вот вы запускаете класс без listener, а оно пишет видео, и вы такие, во, какая магия. И, ну, вы понимаете, то есть люди подключают в проект, делают, как у меня там в туториале где-то, еще там где-то, и говорят, блин, так у нас видео пишется везде, у тебя бах, ты садишься на чашды бах, и говорит, так нету бах, они говорят, ну, бах, вот пишет. И оказалось, в общем, будьте внимательны, если вы подключаете, вот на данный момент, я не знаю, последнюю версию, вот я пробовал, у меня повторяется. Вот реальная ссылка, ищу бах, ну, прям я, как бы, без этого, без, без бэда. Прямо можете пойти почитать, где чуваки расписали, что, ну, вот все, всю подноготную. Но автор сказал, что нет, это киллер фича, и вот так, как оно работает, оно, это правильно. Ну, правильно, ну, значит, правильно. Но реально, чтобы вы не переживали, я это поправил, в самом лисинере есть проверка, что, ну, оно работает теперь, как должно. Но теперь опять-таки, то есть, если вы на такое наталкиваетесь, вы должны понимать, что вам нужно писать вот эту if, там, небольшой вставлять. И более того, есть еще другой прикол. Если вы вешаете лисинеры, и вы их указываете, там, как-то, ну, один, другой, третий, вы должны понимать, что testng вообще не гарантирует порядок. То есть, вот, есть люди мне пишут, ну, там, вот, на форумах, на разных, задают вопрос, не могу приотачить, сейчас, скриншот к алюру. Все же там так, как так, там, начинают кидать в него ссылками, смотри, там, алюр, ну, там, репорты, вот, там, туториалы, уже 100 человек это делало, а ты, ну, не можешь прикрутить. Значит, у тебя проблемы, иди разбирайся. Человек, наверное, там, грустит годами, ну, короче, не знаю, использует что-то другое. Но оказывается иногда, что у вас просто срабатывает по-другому лисинер. Сначала срабатывает лисинер, который оттачит скриншот, а потом срабатывает лисинер, который вообще скриншот делает. И из-за этого у вас в репорте, ну, как бы, и вот это очень печально. Это, ну, я не знаю, как это поправить, я просто, когда это понял, я делаю всегда один лисинер, я экстенджу один от другого, ну, или пишу в одном методе, вот, логику, которая делает скрин, и сразу оттачит. Потому что, ну, вот это разбираться, то есть мы хотим делать тесты, а приходится дебажить инструменты, и, ну, реально, вот я сейчас рассказываю так с уверенностью, знаете, сколько я просидел над этим? Я просто, я дебажил там неделю, наверное, оплакал две недели. Ну, потому что ты, когда приходишь на проект, говорят, все, ты там вот синер, чувак, настраивай проект. Ты настраиваешь, говорят, все, демку, ты делаешь демку, оно падает. Они говорят, ну, блин, понабирали сеньоров, а толку? А толку? Давайте, короче, уволим вот этих сеньоров и наберем других. Другие приходят, говорят, эти написали плохо, давайте возьмем метлов. Медлы приходят, говорят, блин, да, ну, короче, я еще не опытный. И начинается так, что работать разработчики говорят, мы тесты писать не будем, мы слишком панские ребята, поэтому, как бы, ну, и проект без тестов, и потом, ну, очень плохо. Следующее, поддержка build to low, потому что, ну, это очень важно, да, если есть библиотека, ну, мы там не можем как-то запускать тесты только в IDE, вот, ну, я этого не понимаю. Мне когда-то реально там человек прошел, сказал, ты знаешь, как сделать, ну, сделать чекаут бранча в IDEA, а я реально никогда не делал, я делал только в консоли, гид, чекаут, бранч, да, и я ему не ответил, и он потом там разнес молву, что я не шарю вообще, типа, и он не знает гид, короче, ну, там мой менеджер приходит, говорит, а чувак, так ты не знаешь гид? Я говорю, в смысле не знаю гид? Он говорит, ну, люди говорят, ты не умеешь бранч чекаутить. Я говорю, ну, да нормально вообще, наверное, не умею. Соответственно, вот, build-tools, да, если есть библиотека, но она как бы, ну, от нее толку мало, вот, G-Unit умеет вот так вот запускаться с помощью Gradle. Мы пишем platform, ну, кто знает Gradle, это как бы новый мир, вот, ну, реально сейчас вброс, Maven можете забывать потихоньку. Он умрет лет через пять, потому что, когда Kotlin прикрутится к Gradle, вот это будет переломный момент. Мы можем селектить тесты, вот, ну, я думаю, тех, кто знаком с TestNG, знают, вот, похоже на TestNG XML, только реально делается все в одном месте, в одном build-файле. Мы можем селектить, вот, по тегам include fast smoke, exclude slow CI, ну, например, или там package выкинуть. Вот все будет у нас в build-файле, нам не надо никаких XML, вот XML меня реально бесит, потому что люди создадут 10-100-500 этих XML, и, ну, как их редактировать, и там начинается, я там это сделал в одном XML, а ты поди в smoke, ну, короче, если бы можно было как-то XML там экстендить друг от друга, было бы круто. Да, так, ну, да, и у G-Unit, killer feature G-Unit, что он автоматически подхватывается проектом, то есть вы добавляете G-Unit, и в IntelliJ у вас сразу кнопка run там, или там Gradle build, ну, build или Gradle test, и у вас G-Unit, ну, автоматом. А вот для TestNG придется, ну, написать небольшое приседание, нужно определить вот этот метод тест и указать, что use TestNG, пожалуйста, и дальше еще указать путь к TestNG XML, ну, это такой пример, если вы TestNG XML храните там не пойми где, то нужно указать, а если вы храните его вот в ресурсах, то там он его найдет сам, но опять-таки, если у вас там есть TestNG smoke, ну, XML, TestNG XML extended test, TestNG XML, ну, тогда надо вот тут указывать, иначе, ну, он же не знает, что вы от него вообще хотите, какой вы хотите запускать тест. Ну, и, соответственно, подходим уже такому, ну, финальным раундом, пока оба таких бойца стоят, уже кровь течет. Так, ну, крови нет, так, крови нету. Вот старый тест, который мы писали, вот тот ад, который был на G-Unit 4. То же самое G-Unit 5 стало гораздо меньше, гораздо понятнее и круче. Но, когда я там тренировал доклад и, в принципе, сужал судьми, некоторые там начали, сейчас как бы так культурно сказать, в общем, выражать недовольство тем, что так ты ж кода, типа, написал не меньше, ты ж код там написал еще где-то, ну, там, в бэкграунде, это в тесте стало меньше. Так, в этом-то и цель. Цель сделать наши тесты минимально, ну, максимально понятными с минимальным количеством кода. А вот тут все, вот эти обертки спрятать куда-то там, если фреймворк это позволяет, это просто отлично. Ну, соответственно, summary теперь уже мы подходим к концу, да, по, вот, судей, да, ничья, ну, по результатам, как бы, таким внутренним моим. И теперь, как бы, подсчет голосов. Экстеншены. Есть и там, и там. Почему тестенджи, они желтые? Потому что баги и вся вот эта магия, ну, как бы, лично, я считаю, это огромный минус. То есть, если ты берешь тул, ну, как бы, который ты не разрабатываешь, и тебе надо еще полгода разбираться, там, почему оно ведет себя не так, как ты, ну, как это вообще должно быть у нормальных людей, ну, это плохо. Следующие параметры. Есть и там, и там. Я вам показал, как это делать. Следующие параллельные тесты. У тестенджи есть из коробки, у джунита 5 желтая, потому что джунит 5 и джунит 4 не умеют, вот, сам фреймворк не отвечает за параллелизацию. Я спрашивал у разработчиков джунит 5, ну, это open source, в гитхабе можно спросить любой вопрос, будет ли поддержка. Они сказали, из фреймворка не будет. Параллелить можно с помощью maven surefine плагина, либо с помощью грядла, там есть опция set parallel forks, и там ставите количество потоков, и оно будет параллелить вам, сколько вы хотите. Ну, в общем, там, конечно, реально, вот, ну, я просто пришел сюда говорить правду. Реально не так удобно, как в test ng, потому что там всякие сьюты, вот эти няшки, там, классы, тестики, а джунит параллелит вот тупо, вот, сколько он считает, так он и параллелит. Следующее, build tool support, ну, поддерживается как тем, так и другим, ну, из Java мира не пробовал там всякие скалы, вот, ну, парень из JetBrains сказал, что джунит 5 и Kotlin пока что рано, я ему верю. Тест теги, то есть, есть и там, и там, только там это группы, тут это теги, ну, я вам показывал. И последнее, можно ли брать эту штуку в продакшн? Ну, то есть, вот мы пришли в понедельник и говорим, я сходил на сильным камп, получил кучу полезного опыта, и там вот такой-то парень рассказал, что джунит 5, все, садимся, делаем. Но, как бы, придержите коней, потому что реально пока что джунит 5 не, ну, как, не готов. Он готов, если вы готовы к, ну, к публичному, да, то есть, если вы готовы, что вы будете в продакшн брать джар, у которого стоит бета, и ваш там архитектор, менеджер, ну, не скажет вам, что вы, ну, не в адеквате, то нормально. Соответственно, ну, как бы, да, вот джунит 5 пока что реально это бета-релиз, ну, как бы паблик бета, она стейбл, там, ну, все, все, что я показал, там реально работает. То есть, я, у меня есть реальный проект на гитхабе, который я могу дать ссылку, вы можете пойти все тоже посмотреть. Но, опять-таки, все на ваш страх и риск, как бы, я вот буквально в понедельник начинал новый проект, я его не взял. Ну, по причине того, ну, мне, если я в интерпрайз возьму бету, меня расстреляют, и я приду не на конференцию, а буду ходить по улице, наверное, с каким-нибудь не очень хорошим лицом. Соответственно, лично мой вывод, джунит 5 – это отличная альтернатива тест-нжи, и когда вот будет аннонс, а это будет буквально вот, ну, обещано, вы же знаете, в джава мире, джава 8 выйдет в мае, значит, в мае какого года не пишут, ну, то есть, там, так само, там, джунит 5 выйдет в марте, когда в марте, ну, непонятно, потом выйдет там в июне все-таки, ну, ладно. Да, в селениум, а селениум 3 выйдет в 2011, в 2014, да, или перед Рождеством. Соответственно, отличная альтернатива, когда будет паблик, стейбл, ну, 1.0, реально можно брать, пользоваться, ничем не уступает фишками, ну, никаких проблем нет. Ну, и теперь вот такой сумма от вас. Как вы считаете, сможет ли джунит 5 отыграть свои позиции у ТСНЖ? Кто считает, что да? Все остальные считают, что нет. Или все остальные идут учить питон и… Ну, и ладно. Или все остальные идут учить моку, джаваскрипт, чай, чай, что там еще есть? Протрактор и, ну, как бы, Джасмин, вот это. Потому что шо? Потому что красивое название. Да, и последний миф, вот никогда на собеседовании, теперь лайфхак, как пройти собеседование номер 2. Есть люди, которые приходят на, ну, вот на собеседование, на вопрос, назовите разницу, G-Unit, G-Unit, G-Unit. Это чисто моя статистика, дисклеймер, моя статистика, ну, я собирал сам. Некоторые говорят так, мы берем G-Unit, потому что G-Unit внутри использует G-Unit. И вот тут собеседование резко заканчивается. Реально, ну, дальше у человека спрашивать, ну, я не знаю, что. Иногда, когда-то один раз я пытался выяснить, но мы полезли там в такие дебри, что я понял, ну, я даже сел и сам перечитал документацию, потому что я чуть сам не поверил, что там такое вообще есть. Соответственно, у нас, ну, мы как бы эбиты, нет, правильный ответ, TestNG реализует core-логику G-Unit, то есть, ну, вот все, что умеет G-Unit, умеет TestNG, ну, и чуть-чуть там больше. Но, как бы, не надо говорить, что JARNIC TestNG включен, ну, наоборот. Ну, это нет. Ну, по крайней мере, так было до конференции, может, там сейчас, знаете, сейчас кто-то сидит и пушит уже прям. Все, в общем, у нас осталось три минуты на вопросы, ну, может, пять. Давайте, отдайте микроскоп. Да, у меня есть наклейки, можете for free. Ну, я не хотел бы, чтобы уточнить насчет G-Unit и Mavon, да? Да. распаралленивать тестов. У меня сейчас бегает десять потоков распараллениваемых. Да. Это индивидуальная GVM для каждого потока. Вот, получается. И что еще удобно, что я могу на Mavon сконфигурировать так, что у меня, допустим, определенные тесты, ну, определенный пакет у меня сконфигурировано, бегают в одном потоке, вот, все остальные бегают в десяти потоках. Хотел бы спросить, если, ну, как это в testng делается? Вот, если нужно такая... Ох, но это надо отдельный целый курс лекций, ну, как? Нет, ну, то есть это вопрос, там это можно сделать, там же также через Mavon можно сконфигурировать. Ну, можно, можно через Mavon, но там можно в XML-ине ставить вот эти определенные, там есть, так можно подхачить параметры, типа set, параллель, fork, by test, ну, и там, в общем, потом с ютами, там делать, и оно, оно будет, ну, так же само работать. То есть в testng это реализовывается, можно через surefine плагин, но то, что я видел, люди любят делать это через XML. Вот. И еще по рулам. В jimnit для рул-класса и рул-просто, да, там, получается, нужно две реализации, потому что одна статическая, другая. Да, да. А в одну нужно статик объявлять, а другую просто. Есть еще вопросы. Холиварный вопрос от создателя, не, я сейчас буду, ну, давайте. Привет, спасибо за упоминание репорт портала, конечно же, положительное. Вопрос не об этом. Переход, например, как это модно, пришел после конференции, говорит, все, ребята, мы делали все не так, переписываем завтра. на твой взгляд, сколько обойдется нам взять и переделать с тест-нг на jimnit, то есть начиная с технических… Если у нас сейчас проект на… Да. Ну, уточнение. Сейчас у нас проект на тест-нг, мы переходим, игрим, все, делаем на jimnit. Переводим его на jimnit 5. 5? Да. Смотря… Ответ такой. Смотря сколько вы на велосипеде или у себя в проекте. Раз. Ну, первое. Ну, как бы, вы же понимаете, если у вас один листенер, это одно, а если у вас там, как знаете, есть сарай, а возле него такой замок, и человек говорит, не, я бедный, я живу в сарае. Ну, как бы, соответственно, немного, но, ну, понятно, вам нужно поменять импорты, аннотации, потому что тест, ну, будет уже не из тест-нг. Следующее, вам нужно будет писать все вот эти листенеры, которые у вас кастомные, ну, и все. Ну, и подключите плагин к, ну, jimnit 5 плагин. Ну, а вот реально безболезненный переход, ну, практически безболезненный, с jimnit 4 на jimnit 5. Там есть… Да, вот понятно. Знаете, как вот я, вот когда начал смотреть, как культурно обзывать legacy код. Нужно говорить не legacy, а vintage. Вот они назвали, они сказали, что jimnit 4, теперь это vintage. И если вы хотите jimnit 5 запускать тесты, которые вы писали там 100-500 лет до этого, вы подключаете джарник, который называется org jimnit jimnit винтаж, ну, и версию, короче. Вот. Теперь я, когда прихожу к разработчикам, говорю, у нас много винтажного кода, они на меня так смотрят. Что такое? Можно там, знаете, код в стиле барокко, но это макароны код. Рококо-код. Да. Есть еще вопрос? Спасибо. Ну, реально, я хотел законтрибьютать в report portal, я думаю, ты помнишь, я писал. Ну, я вот сел и, ну, тупо не получилось. Ну, вот я с jimnit 5, я обещаю, когда вы предоставите нормальную документацию API, я попытаюсь сделать нормальный адапт. Ну, правильно сказать, разрисовку функционала. Да, 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 потому что, ну, непонятно вообще, как оно, ну, какой метод где вызывается. Ну, вот. Есть. Просто запаблишить. Да. Я хочу просто завершить вопрос. Вот, допустим, будем считать, что jimnit 5 стал в паблике, стал уже, там, релиз кандидатом. Насколько ты оценишь уровень своей адекватности, если ты решишь переводить проект, существующий на тест ng? Переводить не буду. Переводить не буду. Ну, сколько тестов? Есть и два теста, буду. Есть и… 20 тысяч. Нет, 20 тысяч никогда не буду. Ну, это, ну, это, ну, скажем, по адекватности это трудозатраты несоизмеримые. Ну, как бы, если хорошо, если это заменить пару аннотаций, да, если у нас, ну, ты понял, да, если у нас тут куча аннотаций, мы вот там сделали приседание, чтобы лисенеры исполнялись так, как мы хотели, и тот, кто это писал, уволился 3 года назад. Ну, нет, тогда мы не будем трогать. А если у нас все знания есть, и нам надо заменить просто два импорта и всего остального, ну, можно выделить один человека день, ну, человека день, ну, там, может быть, два на дебах еще, ну, не дай бог, потому что вот был человек где-то тут, он буквально с моей компанией, он рассказывал, как они проапдейтились, и в них одни тесты начали запускаться в Firefox, которые вообще не должны были, другие там в TestNG, и они там сидели, господи, что такое. Вот есть от… А, спасибо. Ну, наверное, просто подытожди, что скорее тогда G-Unit 5 это для чего-то стартан нового. Да, это для early adopter. И пока что давайте учить и для keep in mind. Да, да, keep in mind. Давайте, последний вопрос, и я знал, что тема… У меня, собственно, короткий вопрос, продолжение предыдущего вопроса. А на новом проекте ты бы начал писать тест на G-Unit или на TNG? Если у тебя релиз кандидат, если бы вот сейчас прямо был, релиз кандидат, я бы начал, но сейчас кандидата нет, поэтому у меня проект на TestNG. Ты видишь реальный профит или просто интересно попробовать? Будет реальный профит. Окей, спасибо. Я буду писать меньше пабликов и будет хорошо. Все? Все, я надеюсь, вам понравилось, спасибо вам.